Мероприятия, запланированные в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, были полностью выполнены государственным предприятием Мособлгаз еще к середине сентября. Газовики провели необходимые ремонтно-профилактические работы на 11 тысячах километров подземных газопроводов, особое внимание уделяя местам их пересечения с каналами теплотрасс. Сформированы все необходимые запасы оборудования на непредвиденные случаи, на аварийные случаи. Это трубы, это регуляторы, это комплектующие для спецтехники, это врезочное оборудование. Особое внимание газовики уделили готовности аварийных источников питания. Передвижные генераторы, обслуживающие их персонал, проверялись в ходе специальных стресс-тестов, имитирующих отключение объектов от стационарных электросетей. Также в фокусе внимания Мособлгаза вопросы безопасности, связанные со своевременным и квалифицированным обслуживанием газового оборудования, как внутридомового, так и внутриквартирного. Принято за лето несколько постановлений и законов, которые, по сути, повышают уровень ответственности и уровень безопасности в части эксплуатации внутридомового газового оборудования. Первое, что было принято еще в конце прошлого года, были сильно повышены штрафы за отсутствие технического обслуживания. На газовых приборах. То есть на следующий день штрафы заставляют до 5000 рублей, что, собственно говоря, цифра немаленькая на фоне стоимости этого технического обслуживания. То есть понятно, что легче сделать и дешевле сделать техническое обслуживание, чем платить штраф. Отопительный сезон 2016-2017 года был уникальным по своей длительности. Наступающий сезон обещает быть не менее суровым. В таких условиях особо остро встает вопрос неплатежей за потребленный газ. Интересно, но долги населения перед газовиками растут в первую очередь за счет элитных коттеджных поселков, а не за счет деревенских бабушек. Большая часть долга сформирована на территории, где проживают обеспеченные группы. Где большие дома, коттеджные поселки. И когда ты там видишь неплатежи, ну просто удивляешься. Это наводит, просто какой-то ставит в ступор. Как так? Поэтому мы восстанавливаем социальную справедливость, выключаем газ. Среди других тем, затронутых на пресс-конференции, были проблемы незаконных врезок, развитие интернет-сервисов компании и замены устаревшего бытового газового оборудования. Кстати, среди муниципалитетов-должников Одинцовского района нет. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.